Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1427. События дня. 1 Коринфян 12, 28. Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями за 9 октября, ноября 2019 года. Ну и обращение сделали. Может, кто-то поможет купить комбайн. Курсором задерживайте, чтобы просчитать. Много не написал. Приехал вчера батюшка, отец Саи Ким. Он после поездки сразу домой поехал. Ну и там, что было в ракосочетании. Вечером было у нас тут богослужение. Сильно-то какие тут дела? Главное, это вот сейчас ответы. Тоже занятия идут три раза только по скайпу. Утренние, вечерние молитвы тоже по скайпу. Подсоединяются люди. Чудное изобретение. А если они будут? Ну не будет, как было, так и будем молиться и ходить в храм. Какие тут события-то? Прошел месяц ровно, как мы приехали в город. Месяц. Ну, кое-что сделано. Подготавливаемся к зиме. Работа идет помаленьку. Сегодня посмотрел и популярные, дескать, какие-то фильмы, наши ролики. Ну и взял 200. 200 посмотрел, 200 роликов. Из них 40 прямо или косвенно связаны с обедом, с завтраком. Просят все время показать популярную тема такая, все понятно. А на 200 получилось 40. Нормально. Осипов не покажет никогда, и которые выступают, я не знаю, Смирнов не покажет, когда он обедает. А мы все показываем, обедаем, как работаем. Они нигде ничего не показывают, эти люди. И поэтому слово, не подкрепленное делом. Нигде не видно, что были на благовестие, пошли. Только разговор идет один. То есть не пережили. Можно научиться и говорить, и ораторствовать. Говорят, что он в Америке платит деньги, хороший артист. И он любую проповедь тебе скажет, заранее ему дадут, он ознакомится. И растрогает, и люди покаяться могут. Сам не может. Ну, я не был там, то есть был, но я не знаю проверять как. Ну, вполне допускаю. Потому что по бумажке еще как-то могут. Во времена я на Златоусте, я говорю, Златоуст первый, когда стал говорить без бумажки. Ну, по-другому сказано. Ну, именно так. Может, не надо так буквально понимать, но, в общем-то, он положил этому начало. Безинициативное, бесталанное. И говорит, и говорит, и другой раз думает, что еще бы не говорил. Ничего не может подтвердить Священным Писанием. И вот такие-то я там могу там и там молиться даже. Даже правильно говорит. Ну, не подтвержденное Писанием все это не во Христе. Говорит, во Христе. Везде написано. Во Христе. В Господе. Муж умрет, должна выйти. Может выйти за кого? В Господе. Здесь нет от собственного шрява, как говорят о тете Фросе. Что она говорит? Откуда эта Фросе взялась? Не знают Писания, ни силы Божьей. Заблуждается. 22-29 Матфея. Не знают Писания, ни силы Божьей. Что Бог через Слово свое творит, пробуждает, приближает. А здесь так он сказал. И про Истенина расскажет, про Мандальштама. Все знают. Фильмы какие смотрели. Все. Да говорят еще, торопятся. Я говорю, как мешок с просом. Кто-то нес бы, а тут прорезал его и все посыпалось. Результат это не то, что никакого, а прямо противоположный. Мне подсовывает это ролик. Вот посмотрите, он сказал. Торговля-то можно. Осипов сейчас на пенсию пошел. Теперь более открыто стал говорить. Какое отношение имеет пенсия, не пенсия? Ну, поэтому не свободно. Это всем понятно. Андрей Курайов тут прямо сказал. Игнатию все равно, что там епископ, не епископ, собор, не собор. Писание. Оно для всех одинаковое. Он говорит, а для меня не все равно. Я думаю, что епископ скажет, как посмотрит. Иначе он гвоздонет об абсолюте их власти. Я благодарю Бога. Сколько новых людей пришло за последнее время. С разных сторон пишут. Давно на наших ресурсах. Ну вот и все. События за прошлый день. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!